Привет! А вот мы уже из аэропорта. Простите, возвращаемся в Краков, потому что Наташе нужно было тест сделать, тест PCR, чтобы влететь в Эмираты. У меня есть вакцинация полностью. Наташа тоже есть, но почему-то она не открывается. Поэтому сделали тест. Так прикольно, поезд стоит. Оказывается, нужно нажать кнопочку, чтобы зайти. Мы думали, что мы опоздали, в принципе. Смотрите, какой большой. Сюда мы ехали, стоило 28 на двоих. 28 стоило. Стоило 28 злотых на двоих. То есть 14 на 1. Купить билеты можно здесь. Мы же в такую очередь на вокзале выстояли, потому что мы не знали, что можно купить здесь. Много люди покупали здесь. Мужчине, которому за 70, 9,80 билет стоил. Синьер, типа. Ну, комфортные вообще. Комфортные места. Людей очень мало было, но так подзабитенькая была. Ну, так что вот такая электричечка. Вот здесь показывается где-то 4 остановки такие, какие-то пригороды такие. И аэропорт Кырк. Кырк, Краков. Он уже через где-то минут 15, да, до аэропорта. Мы сели в 45. В 10.02 мы были. 17 минут. А название что ты назвала? Как оно? А, Литовица как-то. Да, нет. Лотница. Сейчас мы вам покажем как. Потому что мы пытались купить до аэропорта, и мы не смогли. Потому что название Лотница. Я думала, как летадло в Чехии. Вот зарядочки есть, кстати, вот. Так что тоже комфортная электричечка. И завтра уже, надеюсь, будет в порядке с Наташиной Утестом. Лотницко. Вот. Нужно водить Лотницко. То есть Лотницко. Лотницко. Вот. И сейчас купим билеты просто здесь. Потому что даже не знаю, где купить там. Может, есть автомат, где люди его покупают, но мы там не разобрались. Потому что искали Краков аэропорт, а надо было водить Лотницко. Да, мы не знали просто. Смотрите, какую красоту проезжаем. Да, я не знаю, удалось ли снять. Сейчас привстану. Красота просто. Ай, плохо снялась, конечно. Купили билет спокойно у кондуктора, да? Да, карточкой оплатили. Висело, что штраф будет. Да, испугались. Да, все нормально на кондуктора. Вот. Те же 28. Ну вот эта электричка мне нравится больше. Самая комфортная. На втором месте та, которой мы добирались в Пшемесель. И на последнем месте купешка, где вагон был закрыт. Ой, не понравилось. Ну что, народ, едем в аэропорт уже. Такая большая машинка у нас. Нам ее заказали с рецепции. Не знаем, сколько будет стоить. Почему-то есть подозрения, что много. Ну вот, уже прощаемся с Краковым и летим в пустынку. Вот какой прекрасный трамвайчик. Как же они нам нравились. Класс. Водитель прикольный. Ну, все, вперед. Поехали. Как-то мой репорт будет литовиться. Литовица, забыли. Напишем. Ну, Бабельский замок. Смотрите, по каким местам еще проезжаем. Прям экскурсионочка. Ой. Попортовать на пьезы. Попортовать на пьезы. Я еще подобного не могу. Водитель смешно что-то говорит. Так, ну. Вот такая красота. Обязательно стоит посмотреть наше видео про Вавельский замок. Вот сейчас еще чуть-чуть побольше. Класс. Сюда мы к Висле гуляли. В общем, уже такие знакомые, любимые места. Все, уже едем. Зарегистрировались. Очень жестко спрашивают. И укольчики, и палочки в нос, у кого нет укольчиков. И обратный билет спрашивают. То есть в Эмираты. И спрашивали у людей, есть ли у вас маски на борт. Но у нас не спросили. В Эмираты самый строгий вылет. И снова на такси нас накололи. Обещали, что за 60 крон. Ой, за 60 злотых. Ну, видели, крутая тачка. Заплатили 120. Короче, что-то у нас аэропорт ассоциируется с каким-то... Не скажу это слово. Раздеванием на деньги. Да, раздеванием на деньги. У нас уже надпись I love QRK. Вчера мы здесь были. У меня есть укольчики. А Наташа делала палочку в нос. Хотя у нее тоже все есть. Да, хотя у нее тоже все есть. Просто у нее не появляется. Такое не очень приложение есть. Тельфосын, и оно у Наташи не открывается. Ну, бывает такое. Потому что она была туристом. Сейчас резидент. Короче, все сложно. Вот, уже подходим мы на просвечивание вещей. Вон такой вот аэропорт небольшой. Слава богу, он один. Терминал один. Так что вот сейчас будем проходить. И, наверное, у нас заберут воду. Вот, смотрите, здесь можно набрать водички. Как мы и делали у нас в Эмиратах. Вот, бутылочка приготовлена. А нашу воду выкинули. Но пропустили скотч. И пленку. Да, и пленку. Что вообще выкидывается в Эмиратах. То есть очень строго оно все выкидывается. А потом включимся еще. Потому что здесь снимать нельзя. Здесь такая зона проверочная. Ну и, конечно же, фирменная фишка любых авиалиний в этом году. Задержка. Нам уже утром прислали смс. Мы летим в Флай Дубай. Что задержка на полчаса всего лишь. Ну, это приятно. Но как-то не верится даже. Вон, Флай Дубай. Пока еще по расписанию. Сказали, что в 13.05 будем вылетать. Но пока по расписанию посмотрим. Ну, идемте, покажем вам аэропорт. Вот такую мы взяли тачку-колечку на самом деле. Потому что вообще непонятно, как что положить. Рюкзак я даже не смогла положить. Колеса больше. Тачка-колечка. Ну, идем покажем, что есть. Вообще, да. Самолеты есть. Есть и самолеты. Если есть, уже хорошо. Ну, а вот выходим уже в распродаже в зону дьюти-фри. Очки всякие модные. Прада, Диор. Ой, набирали воду, кстати. Наташа, сколько мы воду набирали? 10 минут каждый. Она там так капала. С тоненькой струечкой течет. И люди поняли, что стоять в очереди с нами не надо. А потом обошли и вернулись все-таки с большими бутылками. Так что, вот так вот. Тут можно сесть, купить что-то, посидеть. Прикольные такие седлушки. Ну, кофе-дринк можно купить, вон. Кофе-дринк можно купить. Можно просто прогуляться и посмотреть дьюти-фри. Ну, вот такой вот аэропортчик. Ну, вот, зашла в киоски. Есть вода по 5,50 злотых, по 7, по 9, побольше. Не знаю, вам отражается, не отражается. А вот она, что же я вам показываю. 7,7,7. А так она стоит, наверное, 2 злотые. Ну, так что понятно. Вон бабельские дракончики все еще есть. Хорошо, что, в принципе, мы купили... Ой, мы купили, мы набрали ее. Так, непонятно, под чем магнит, непонятно, под чем драконы. В принципе, все эти сувениры мы вам показывали, когда мы в центре гуляли и на суконных рядах. Так что, наверное, пойдем дьютик посмотрим. Ха-ха, мы такие думали, что в зону дьюти-фри выше. На самом деле нет. Нам же нужно еще паспортный контроль отстоять. Прошли мы паспортный контроль. Наташа тут такую цацку нашла для детей. Ну, показывай. Смотри, замочки в кровати. Мелкая моторика, да? А это как? Я должна... Не знаю, сейчас как рванешь, что-то... А то есть ты уже запускаешь двигатель, и вертолет начинает лететь. Наташа расстроена, потому что мы прошли, а все дьюти-фри магазины остались там. Посчитать, насколько у вас платы. Да, считает, все работает. А ну, подкрывай окошко. Дай-ка я присяду. Закрывай окошко. Вот штучки, балабошки, что это такое? Просто балабошки. Просто, чтобы дети бегали, стукали и не мешали родителям. Слушайте, ну прикольно. Ну, все, посмотрели, позакрывали. А, и что? О, вот это вот. Класс, завели двигатель, все, сейчас полетим, только у нас самолет должен быть. И вроде как пока без задержки показывает. Ну, в общем, тут что-то мог. Идите, давай, 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 попроходи. Класс. Давай еще глянем, что здесь есть всякие вот туалеты. Аккуратно ребенок придет. Ой, это ты заинтересовала просто. А ну, идем посмотрим. Не испугался. Нет, я хочу. Куда идем? Не хочешь, да? А, куда идем, посмотрим, что здесь. Водичка всякая. Ну, что, алкоголка есть кому надо. Какие-то вкусные эти вот, какие-то вкусные штучки. Да, давай, о, как раз освободились. Слушайте, прям для нас, прям для нас освободилась. Все, сейчас посидим и, надеюсь, возьмем кофе. А, слушай, там в зоне это действительно... Слушайте, аэропорт ни о чем вообще. Маленький, маленький неудобный, да. Один магазинчик с кофе. Сейчас там такая очередь. Просто передо мной подошло 8 человек и стояло еще 10. Нет, так подожди, я к вам взробно. То есть, дьюти-фри там есть какие-то кафе вроде плюс-минус есть. А потом ты идешь, чтобы зайти уже, посидеть к воротам. На паспортный контроль. На паспортный контроль. И все, ты уже обратно. Обычно после паспортного контроля дьюти-фри. Просто там такая очередь стояла. Я говорю, ну так, давай уже в твоем очередь. А просто я не ожидала, что здесь будет какой-то один киоск с алкоголем и одно кафе. Как-то неудобно. Просто очень много людей, ну, очень много людей мусульман, поэтому снимать не хочу так конкретно. Снимать нечего просто. Ну, кроме вот того для детей. Мне очень понравилось. Да. Кроме того, что мы вам показали самое интересное в аэропорту. Потому что вы хотите купить или покушать, наверное, ну, наверное, лучше сядьте. Мы очередь быстро стояли на паспортный контроль. Но людей было много перед нами. Очень много. Я как-то испугалась, потому что все эти нервы третки, как мы сюда летели, вылетали, прилетали. А я тебе казала. Да, Наташа хотела там погулять. Ну, ну, что целее деньги будут. Может, сейчас я подойду за кофейком, если там, ну, не 18 человек будет. Может, там быстро кушать. Вот, ну, просто монополист, реально. Ну, одна кафешка кофе, но против он, вон, вторую. Я против, ну, хорошие, вот, такие вот дела. Ну, так вот такой вот киосик есть. Ну, не киосик, это такой, ну, небольшой магазинчик. И за ним уже кафешка. В кафешке просто море людей. Не, Наташа все-таки пошла полазить туда. Наташа спряталась и все-таки нашла ароматы и нюхает их. Ну, каждый занимается в аэропорту, чем хочет. Дети кричат, Наташа нюхает. Вот, ну, так проходит наше время в аэропорту. Ну, еще час где-то до вылета, может, полчаса до посадки. Хотя, ведь кофейка, ну, такая очередь просто. Ну, что ж там такое, она вынюхала, интересно. Не хочу подходить бы здесь, очень сложно с сидениями. Мне больше эти штучки заинтересовали, пряники вкусные. Кстати, самые вкусные сувениры из Кракова, это пряники и каторжинки. Такие в шоколаде, с таким вкусным, даже не знаю, как сказать, оттенком. Оттенком пряника, короче, народ, не будем ничего говорить. И вон, кому нужно. Напитки с градусами тоже присутствуют. Зато, народ, туалет здесь волнительный. Смотрите, заходим сейчас в кабиночку. Специально для мамы с ребенком. Кабиночка просто прекрасна. И, опа, еще одна кабиночка. Заходим. Вот, еще одна кабиночка. То есть у вас тут два в одном. Ребенка посадили, такой унитазик маленький, прикольный. Потом раз, сами присели. Бумажка, это все есть, кстати, туалет. Нормальный, очереди мало. Ну, хоть туалет вам сделаю обзорочку, может, интересно. Не поверите, очередь испарилась. Наконец-то мы приобрели Наташа Катачина. Я белый кофе. Вечер, это стоит 39 годов. Наташа уже общается с своими родными. Все хорошо. Вот. И вот такой вот кафе. Очередь здесь была огромная. У нас классный столик в конце. Сейчас покушаем бублик. Так, где мы тут бублик купили? Один бублик, кстати, стоит 3,50 в аэропорту. Наташа у меня с маком, у Наташи с кунжутом. Доброе. Так что все сейчас по кафе, по бубликам. И пока еще посадка не начинается. Пока. Пока. Наташа говорит, хочешь кофе так себе. Дорковатый. Мне нормально белая кава моя. Ну, Наташа даже сахар взяла. Кушает бублик. Общается. Где? Я их стартал нормальные минуты в Ромнинге. У меня бублик с вкусным маком, который запрещен, кстати, в Эмиратах, поэтому наслаждаюсь здесь. Так что по машине, Наташа, всем по машине. Все, народ, уже в самолете. Снова масочки? Здравствуйте, масочки. Это только рейс в Эмираты, да, масочки? Кстати, людей заставляли идти по... Ну как, спрашивали, они бежали покупать за деньги 4 злота. За 4,5 злота. А здесь на борту, пожалуйста, берите бесплатно. Да. Я так чувствую, я так чувствую. Вот, подготовочка, все готово. Надеюсь, мы идти в Флай Дубай. Кстати, видели, не поверите, Визер взлетал. Да, это случается. Вот. Все уже устраивают багажные полочки. Вот. Так что хорошего нам полета. Мы еще обещали Флай Дубай кормить. У нас заявлена еда. Такое первый раз. Никогда не кормили, а теперь будут. Нет, у нас написано в билете еда. Мы будем требовать еду и покажем, чем кормят Флай Дубай. Давно уже никаких объявлений, а бесплатно в билет входило, не кормили. Мы брали самый дешевый билет, багаж 20 килограмм, одноручная кладь 7 килограмм. Зато одноручная кладь. Да. Ну, мы как бы столкнули все, 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 что было в два места. Наташу большую сумку-бананку. И у меня был рюкзак, и наутбук нормально все прошло. Никого никуда не засовывали, не проверяли ничего. Все было нормально. Там вкусно налетит мальчик прекрасный какой-то. С паспортом. Да, вот так вот. Скоро путь. Наша любимая реклама. А что реклама? Это что они рассказывают, как пристегиваться, как вести себя на борту самолетов. Они прикольные масочки, как такие. Так, чтобы поржать перед полетом, реально. Настроение поднимется. Да. Так, чтобы поржать перед полетом. Сейчас разносят еду, да? Мы увидели момент, еду разносят, мы расставали при посадке. Вот такая неудобная штучка в самолете, в принципе, открываешь, она на тебя выливается. Спасибо, что бесплатно разносили. По идее, разносили сначала что-то платное, потом спросила, где еда, которая включена в билет. Говорят, да, похоже принесем. Приготовьте посадочный, все это. Но сейчас, смотрю, каждому раздаюсь, то есть у каждого еда включена. Сейчас посмотрим, чем в горло, это уплаять, уплаять. Посмотрим. Мне казалось, там бортсы, вот такие маленькие. Сейчас вроде бы не вышли, чтобы здесь уехала, глядная еда. Тебе бортсы закончились. Сейчас приезжают, разогревают новое. Преждемся, да? На бортинг-пасс. Сейчас будем проверять бортинг-пасс, есть ли у нас еда. А что она забрала? У тебя тоже борт, борт, борт. Так я ж посмотрела. Держи, держи. Снимаешь? Да. Вы имеете этот код? Это, наверное, мил, мил, инклюдат. Да? А, я тоже подумала. Слушай, я вот не знаю, это было уже добавлено. Выtt – я тоже, что делаю? Рис с печкой. Рис с печкой. Рис с печкой. Тебя с печкой. Тебя с печкой. Да? Тебя с печкой. Ой, мне тоже надо раскройте, пожалуйста. Мальчик остался без еды, да? О, такая горячая, это курица и паста. Курица и паста, еще были рисы и овощи. Зачем нам рисы и овощи, когда есть курица и паста? Да, Оля говорит, что я не знаю, слышно-не слышно, рисы и овощи, паста и... Давай покажем, что вообще есть. Это салатик такой, булочка и сладость. Салфетка есть, слушайте, ну вообще класс просто. Рада, что повезло. А вторая водичка уже такая. Давайте я сейчас покажу просто вам кушу на какой-то тарелочке. И это пластик, ну вот такой пластик качественный. А, видишь, слушай, мальчиком у другой посадочной, ему еда не включена. Снова маска мешает, да? Сейчас ее одевать. Маска, это маска моя. Это Эверат, друзья. Ох, какой горяченький. Ого! Не знаю, что слышно-не слышно. Нет, слышно-слышно. Ну вот такой шикарный пресент я слышу. Я еще раз говорю, повторюсь, третий раз. Не было опции отключить еду. Но билет стоил только же сколько визера, а визер стоит дороже обратно. Ага. А это фарш или это кусок? Это соус с баланьезом. Не, это кусок курицы или соус? Курицу я пока обнаружить не могу. Это как фарш. Это фарш. Это фарш. Лучше бы я взяла чикен. Запикаю. Какой чикен? Ты взяла чикен? Ну, это... Извиняюсь. Ну что, есть можно? Угу. Это не курица. Это куриный фарш как бы? Фарш. Мне вкусно. Мы долго ждали еду, я хочу есть. Конечно, наверное, все будет вкусно. Поэтому... Ну, добрый. Приятного аппетита. Приятного нам аппетита. Ой, так подожди, неприятного. А попробуй вот это. Что это? Да. Это же салат такой. Нет, я попробую попробовать. Да? Ну, добрый. Ракивас, я вот показываю салат. Знаете, какой это? Это что? Рис такой странный. Мне кажется, это не рис. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Это не рис, это... Оно вкусное. Оно не холодное. Как бывают салты такие холодные. Слушай, а может это тоже макаронное изделие? Да. Наверное. Да? Макароны с макаронами? Это вкусненько. И это... А это что? Тирамису. О боже, я боюсь есть тирамису. У меня с тирамису плохая история. У меня раз в Таиланде выпала бомба, когда я ела тирамису. Я понимаю, что совпадение, но странное совпадение. Тирамису будем открываться. Нет? Не открылось. Не открылось. Ну-ка. Аккуратно. Будь аккуратной. Очень нежная. И реально вкусная. Да? Сладковатая, вкусная. Слушайте. И вот так много еще. Вот как даже нежнее тирамису просто растаивало во рту. И тоже, слава богу, не холодная. Народ, еда вкусная. Мы просто съедим. Я думаю, что это простая булочка. Да. Это просто супер булочка. Вон масло. Вон масло есть. Так что тоже поедим масло, булочку. Народ, еда нравится. Ну, пока FlyDubai очень хорошая. Визер, хотя в Мариоттах и в основном ничего. Ну, подожди, ну ты ж заплатила за еду, поэтому... А мальчика не достала. Ну, у нас не было. Ты же говоришь, у тебя была только возможность купить с уже стученой едой. У меня хоть голодные такие не ели, девчонки. Давайте. Наверное. Все, Наташа, кушай. Добрый. Ну что, друзья мои, показываю мое честное мнение. Пустые тарелочки. Вкусно. Очень, очень, очень вкусно. Кстати, сейчас будет мнение Наташи. Посмотрите, какие приборы ей дали. Просто. Она даже говорит, почти всем дали такие приборы. Только тебе дали пластиковые. Ну, видимо, я не заслужила. Каташ, давай твое честное мнение. Я пройду FlyDubai. О тебе заботиться. О тебе. Ну, как бы... Всем масочка. Ничего нельзя общего. А тут всем принесли эти общего пользования. Короче говоря. Очень все вкусно. Ну, для меня просто вот эта вот заправка автоматная. Немного. Не очень любишь баланьеза, да? Да, не очень люблю. Но вкус реально такой достойный. Мы даже решили, что вкуснее, чем арабская Элефорна. Да. Мы там такое же покупали. Порции примерно такие же. Стоит дорого. И не так вкусно, как вот. Да. Ну, вот это. У меня такое впечатление, что это вот как с этим пшикалки. Но пшикалка такая... Мерзкая, мерзкая. Мерзкая, да. А здесь вкусно. Более-менее. Так что, народ, пока FlyDubai мы опаздываем всего лишь на час. Радует визер, есть чем учиться. Да. Когда вот даже показано, обожаю, когда показывают, где мы уже находимся. В Стамбуле. Поможите Стамбуле. Турции. Да, где Стамбуле? Еще здесь. На Черное море полетели. На Черное море. Я уже думала в Стамбуле только что показалось. Ну, в общем, по Турции мы тоже соскучились. А вот Стамбуле. Мы не пролетаем от Стамбуле. И наше мнение просто по FlyDubai, почему мы обычно его не берем. Потому что здесь вес всего лишь 20 килограмм. И он дорогой. Ну, вот он дешевле Визера стоил назад. Туда мы летели Визером. Там было 23 килограмма и два ручная кладь. Да, и два ручная кладь. Ну, два места. А здесь 20 килограмм всегда 20. Поэтому мы всегда выбирали мало. Да. Очень нравится. 23-3 килограмма кладь. Это очень много. Но мы вдома летим пустые. Немножко меда. Множко лекарств. Ну, почти пустые. Наши 18, и у меня 18. 18 килограмм вес. Это чемоданчик. Надо еще только по 5 килограмм весить. У меня 6. У тебя 6. У тебя 6. Да. Так что я много. Вот. Такие рекомендации. FlyDubai попал очень очень. Персонал приветливый. Визер. Если помните, я зашла, была резюка такая. Но все видео оставлю в описании. Посмотрите, как мы, ну, плюс Визеру. Что тогда задержали рейс. Там дали парюм. Плюс. Мы заболели потом после этого всего сильно. Мы еще годным вирусом. Даже уверены, что годным вирусом. И сейчас подали на апелляцию. Нам что-то обещали в аэропорту. Потом Визер отказался. Теперь мы снова подаем. Ну, в общем, если что, сделаем отдельное видео. Удалось нам получить деньги от Визера. Потому что они уже задержали на почве. На очень много. В 20 часов вирусом. В 20 часов вируса. Ну что, прилетели? Приземлились? Да. Терминал здоровый. Здоровый. Сейчас покажу. Фонтанчик. Терминал третий. Аккуратно. Это не Краков. Что, что ты говоришь? Да. Вот здесь переход на метро. Ну, все. Идем. И поедем до дому.